Небольшой переулок Насеченного всегда оживленный. На одной стороне родительное отделение, на другой бизнес-центр. Надеясь по-быстрому перебежать дорогу, пешеходы не всегда доходят до зебры. Кирилл Евсеев хорошо знает эту улицу, каждый день добирается по ней на работу. Мужчина говорит, что никогда не превышал здесь скорость, то и дело пропуская беременных и пожилых людей. Но последний случай обернулся трагедией. Из-за плохой видимости водитель не заметил женщину посреди дороги. Резко притормозил, но избежать удара не удалось. Она упала мне на капот, когда удар произошел. Я сбавил, не так стал сильно давить на тормоз, чтобы ее на капоте удержать, чтобы машина не свалилась. Потом она скатилась все-таки вправо, и я вырулил влево, чтобы не наехать у нее. Этих действий оказалось недостаточно. Водитель спохватился слишком поздно. После удара женщина получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Другое ДТП произошло в тот же день. Только на этот раз пострадавший переходил дорогу по переходу. После наезда на человека злоумышленник вскрылся. Его автомобиль полицейские нашли во дворе неподалеку. Водитель сознался данным совершенным дорожным транспортным происшествием. То есть, с его слов испугался, поэтому и оставил место ДТП. К данному водителю было привлечено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год. За последнее время случаи подобных ДТП в Новокузнецке участились. Причем далеко не всегда аварии происходят по вине водителей. Но если невнимательные автомобилисты иной раз могут оделаться штрафом полторы тысячи рублей, то неосторожные пешеходы платят более высокую цену. Елизавета Черняк, новости моего города.